Данный материал содержит элементы рекламы. Доброго утра и легкого вам вторника, наши дорогие и горячо-любимые. Дмитрий Спиваков и Стелла Аксенова в студии. Начинаем вторник. Почему-то у меня ощущение с утра, как будто еще понедельник. Потому что такой понедельник прошел, лист не перевернули. Вот еще один понедельник. Что-то так уж, это непонятно. Переворачивать календарь надо было в сентябре. После зажигания. В общем, все ближе и ближе мы к новогодним праздникам. Первое, о чем хочется напомнить, это, господа, готовьтесь заранее. Во-первых, это не так будет больно для кошелька. Хотя в рамках... То есть мне, например, проще считать расходы годовые. Наверное, все-таки не зря в Штатах есть такой подход. Не самая плохая вещь. Например, вот если ты сегодня купишь где-то по акции 3 бутыли стирального порошка, потому что он дешевле, он тебе так или иначе в течение года понадобится. Но если у тебя сейчас есть возможность на этом сэкономить, почему бы это не сделать? Ну, все-таки это не совсем удобная схема, потому что мы же зарплату получаем раз в месяц, а не раз в год. Согласен, да. А потом растягиваем. Это подходит, когда у тебя есть хоть чуть-чуть, но заныкано. Ну да. Если вдруг у вас получилось чуть-чуть, но заныкать, то лучше все это делать заранее. Так вот, по поводу подарков тоже лучше заранее, потому что у вас будет немножко больше времени пробежаться по магазинам, найти какое-то более выгодное, более интересное предложение. И это в итоге сможет немножечко вам тоже нет-нет досэкономить. А заранее это уже сейчас, потому что это уже сейчас. Да. Так вот, новогодние елки начали устанавливать в Приднестровье. Зеленые красавицы появились в Дубосарах, в Рыбнице и в Бендерах. Вот такие вот истории. У меня еще лето практически. Вот только-только закончилось. Вот и лето прошло, но торжественное открытие традиционно планируется на начало декабря. Кстати, мы, по-моему, с тобой совсем недавно рассказывали о том, что рождественские ярмарки в Европе уже в середине ноября. Я точно так же говорил, что у меня до сих пор не закончилось ощущение лета. Вот, и тут бац, как бы, в смысле, Новый год. А уже елки стоят, да, уже все. Да, уже елки стоят. В общем, прямо сейчас начнем с того, что расскажем вам о сегодняшней дате. 22 ноября 1960 года запорожский завод «Коммунар» выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей «Запорожец». Что-то мне подсказывает, что это был горбатый «Запорожец», по-моему, 60-й год. Мне кажется, что это он. Очень миленькая машинка, кстати, похожая на первые 500-е «Фиаты». Вот сейчас есть современная версия «Фиат 500», а были тогда вот первые такие вот тоже малолитражки, маленькие такие, абсолютно городские, очень миленькие машинки. 22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Ну и о других событиях тоже поговорим дальше, с чем связана еще сегодняшняя дата. Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – День сыновей. В этот день не только родители поздравляют сыновей, но и сыновья проявляют по отношению к отцу с матерью внимание. Поскольку праздник семейный, то чаще всего он отмечается в тесном семейном кругу. И хочется верить, что пройдет год-два-пять, и День сына станет таким же известным и популярным праздником, как День матери и День отца, встав в один ряд с датами, когда родные и близкие люди дарят друг другу теплые слова, заботу и любовь. 22 ноября 1960 года в СССР была выпущена первая партия автомобилей «Запорожец» – ЗАЗ-965. Первый «Запорожец» стоил 16 тысяч дореформенных советских рублей, и первая партия машин вмиг разошлась по заждавшимся очередникам. Довольно быстро советский народный автомобиль снискал славу неприхотливого и ремонтопригодного автомобиля. Горбатый «Запорожец» выпускался в первоначальном виде вплоть до 1962 года, а дальше эта машина была модифицирована в другие модельные ряды. 22 ноября ежегодно в Ливане отмечается День независимости. Этот день стал праздничной и в то же время памятной датой в честь освобождения страны от французского мандата, осуществлявшегося над ливанскими землями более 23 лет. Торжества в честь Дня независимости проходят по всей стране, но особенно многолюдно в этот день в столице страны Беруте, где проходит большой военный парад. На улицах оживленно, после окончания парада в небо поднимаются сотни красных, зеленых и белых воздушных шаров. В холодное время года очень неплохо прислушаться к такой замечательной весе, как к философии Хюгге. Вот не зря скандинавы, знаете, вот у них когда полгода темно, полгода снег, а какой полгода, иногда даже больше, вот, и лето вот так вот коротюсенькое и холодненькое, надо как-то учиться получать удовольствие. Если вы знаете, то по опросам самые счастливые люди живут как раз таки в Скандинавии. И это связано не только с их финансовым доходом, это связано и с философией Хюгге, потому что это то, что приучает людей получать удовольствие из мелочей. Вот, и это очень важно, это надо уметь. Вот, и эта философия все больше и больше набирает поклонников по всему миру. Это оригинальная концепция датского счастья, распространяется она на многие сферы жизни, среди которых психология, дизайн и даже рукоделие. То есть даже рукодельничать можно тоже по Хюгге. Ты знаешь, философия философии, но самое большое, да, процент употребления антидепрессантов вот как раз таки тоже в скандинавских странах. А что еще делать? Ну вот тут, понимаешь ли, такое искусственное счастье в каком-то роде. Ну не всегда. Я что-то вот взяла и вот просто испортила все топчем. Это такая реальность на голову, как снег наружу. Нет, но все равно, вот мне нравится их подход, на самом деле. Нет, молодцы. Понятно, что из-за дефицита солнечного света, конечно, там тоже довольно большое количество людей, которые там бухтят, кряхтят и так далее. А вот кто хочет, тот умеет. Ладно, не осталось в стороне и мода, где она также стремительно набирает очки. Так что же такое стиль Хюгге и как он может сделать нас счастливее, сейчас мы это и узнаем. Короткое нежаркое лето в Дании сменяется суровой зимой, побождающей к созерцанию, размышлениям, поиску уюта и комфорта. Только в таких условиях могла появиться знаменитая датская философия Хюгге, стремительно набирающая обороты во всем мире. Сама философия укладывается в несколько немудреных правил и подразумевает умение наслаждаться простыми вещами и вытекающим из него особенным ощущением уюта и душевной теплоты. Может ли одежда сделать нас счастливее? Сама одежда, наверное, нет, но она определенно может подарить нам ощущение уюта и тепла в холодное время года. Хюгге несет свободу и радость движения, поэтому в образах, подобранных в этом стиле, нет ничего сидящего по фигуре и синтетического. Главный девиз – качество и натуральность. Идеальные строчки, правильный крой, комфортная посадка. Это то, на что нужно обращать внимание. В составе одежды должны быть исключительно натуральные волокна. Хлопок, шелк, шерсть. Добавление синтетики не более 20%, чтобы повысить износостойкость ткани. Если одежда обнимает, это ли не прекрасно? Главное в хюге – это минимализм. Вещи должны быть простыми по форме и содержанию. Никаких страз и пайеток, никакого дресс-кода. Удобство и комфорт превыше всего. Конечно, большое внимание датчане уделяют цвету. Базовым остается глубокий черный, который никогда не выходит из моды и защищает от внешних невзгод. Далее идут бежевый, серый, ахра, темно-синий и изумрудный цвета. Когда мы говорим про скандинавский стиль, то на ум сразу приходит свитер с оленями. Да-да, народные орнаменты всегда приветствуются. Но если они не в вашем вкусе, то просто найдите себе шерстяного оверсайз друга. Не забудьте про объемные шарфы, крупные вязкие, разнообразные шапочки и классные носочки. Они помогут сохранить тепло и отлично дополнят образ. Жители скандинавских стран большую часть времени сопровождают суровые погодные условия, на помощь с которыми приходит одежда. Не бойтесь многослойности, она поможет не только сохранить тепло, но и создать интересные образы. Одевайтесь так, чтобы чувствовать себя комфортно на улице даже в самый морозный день или ненастную погоду. Ведь только тогда вы сможете насладиться прогулкой, пусть даже от работы до дома, и почувствовать тот самый хюге-момент. Выбирайте одежду, которая будет верным другом долгие годы. И не забывайте заходить в винтажные маркеты, барахолки и обмениваться вещами с друзьями. Скандинавы считают, что самая большая ценность – у вещи, у которой есть история. Ну, или она связана с каким-то памятным событием. А еще, давая одежде и аксессуарам вторую жизнь, мы выполняем принцип экологичности, который также лежит в основе жизни по хюге. Успешность в жизни зависит не от интеллекта человека, а от уровня его самодисциплины. А так? К какому выводу пришли российские ученые? Было проведено довольно много исследований, которые показывают, доказывают, что люди даже с высоким интеллектом, к сожалению, не всегда социально успешны. Одно из объяснений связано с тем, что мы не всегда можем правильно применить свои ресурсы, вовремя собраться и быстро отреагировать на какие-либо изменения. К такому вот интересному выводу пришли специалисты. Ну, это же из той же истории, что 10% таланта и 90% труда. Вот тебе и результат зачастую. А с другой стороны, мы смотрим на блогеров-миллионников, которые хихоньки-дахахоньки делают. И где тут стабильность? Хотя это тоже работа, понимаешь? Вот хихоньки-дахахоньки звучит вот как обесценивание. Ты представь, это же надо с утра встать и показывать весь свой день. Это же труд на самом деле. Ты вот попробуй показать хотя бы какую-то часть, уже устаешь. А они круглосуточно это делают. Ну, видишь, такая форма труда у них. Ну, ладно. Новая. В общем, о том, что сегодня делать. С утра включить камеру и показывать весь свой день. Или все-таки чем-то полезным заняться. Об этом в астрологическом прогнозе. Овен. Спокойный день, хорошо подходящий для полезных дел. Пригодятся знания и умения, полученные раньше. Благодаря им вы не совершите ошибок, найдете кратчайший путь к цели. Не исключены приятные знакомства. Телец. Подходящий день для важных и сложных дел. Вы легко находите союзников, помощников. Можете заразить окружающих своим энтузиазмом. Не исключены знакомства, которые положат начало долгим, дружеским или романтическим отношениям. Близнецы. Старайтесь не строить иллюзий. Если вы будете слишком много фантазировать и слишком мало внимания обращать на реальное положение дел, то можете сами загнать себя в ловушку. Немного здорового скептицизма вам сегодня точно не повредит. Рак. Насыщенный день. Он приносит массу событий, некоторые из которых могут повлиять на ваши планы. Но нет причин особенно переживать и волноваться. Вы придумаете, как извлечь пользу из сложившейся ситуации. Лев. Удачный и плодотворный день. Он хорош тем, что каждый раз, когда появляется новая задача, вы готовы к тому, чтобы взяться за ее решение и знаете, что именно нужно делать. У многих львов сегодня будут основания похвалить себя за предусмотрительность, проявленную раньше. Дева. Благоприятный день для общения. Вы хорошо понимаете чувства других людей, порой догадываетесь о том, что окружающие стараются скрыть. Можно договориться о каких-то совместных действиях, обсудить общие планы на будущее. Весы. Непростой день. Соблазнов и искушений будет больше, чем обычно. И противостоять им непросто. Однако опыт, полученный раньше, помогает вам справиться с ситуацией. К тому же можно рассчитывать на поддержку близких людей и других хороших знакомых. Скорпион. Первую половину дня стоит использовать для важных дел. Именно она будет благоприятной и плодотворной. Это подходящее время для решения вопросов, которые в последнее время беспокоили и вас, и ваших близких. Удается разобраться в каких-то неоднозначных ситуациях. Стрелец. Сохранять самообладание может быть труднее, чем обычно. Порой кажется, что окружающие специально выводят вас из равновесия, заставляют нервничать и беспокоиться. Но в ваших силах изменить ситуацию к лучшему. Козерог. День может показаться утомительным. Забот будет больше, чем обычно. К тому же вам придется заниматься не только своими, но и чужими делами. Очень сложно что-то планировать. Постоянно возникают непредвиденные обстоятельства. Все это огорчает и раздражает. Водолей. Благоприятный день. Вы хорошо ладите с окружающими, со многими новыми знакомыми, быстро находите общий язык. Возможно, удачное решение вопросов, над которыми вы в последнее время много размышляли. Рыбы. Не торопитесь. В первой половине дня не все будет даваться легко. Возможны задержки в делах, какие-то неприятные происшествия. В это время не стоит браться за решение важных задач. Занимайтесь тем, что дается легко. Избегайте споров и отвлекающих разговоров. Данный материал содержит элементы рекламы. Данный материал содержит элементы рекламы. Даже если приближение зимы превращает окружающий нас мир в однотонный холст, полотна этих художников всегда полны красок и жизни. Виталий и Антонина Грещук, летописцы Кишинева, приглашают всех на свою выставку под названием «Эмоции». Экспозиция расположилась в научной библиотеке Андрея Лупан. Тонкий лиризм, насыщенная палитра и высококлассное исполнение. За Виталием и Антониной Грещук давно закрепились эти отличительные черты. Мастера кисти, для которых позитив, движущая сила в творчестве, готовились к вернисажу с желанием передать зрителям свою эмоцию. Эмоцию добра. Если нет позитивных эмоций, картина никак не получается. Лучше не браться и не портить материал. Но, во-первых, этот материал мы его видели. И бывает так, что где-то в голове эта информация есть, и все время тебя тянет к этому. И уже наконец-то, когда ты уже продумываешь какую-то выставку, начинается уже, уходят интересные работы. В экспозиции более 70 полотен художников в техниках масла, акварель, перо, тушь, гравюра на бумаге. Главные темы – детство, цветы, пейзажи, бессарабские села и вечная классика «Старый Кишинев». И плюс к этому добавляется такая черная работа и рутина, как оформление картины, рамки, картон, упаковка, резко стекла, резко пластика. Все это вместе. Это невидимый фронт такой, который не видят зрители. Но это все мы делаем вдвоем. Это забирает очень много времени и очень много энергии. Живописцы сейчас трудятся над новыми для них сюжетами. У Антонины это будет национальный колорит – костюмы, ковры, узоры. Виталий думает, как сделать необычно натюрморт. Я когда увидела их работу, я была пленена, потрясена. Они мне очень понравились. Я для себя решила, что если будет возможность когда-то с ними поработать, то обязательно. И вот мы познакомились. Мы очень много лет дружим, мы очень много лет помогаем друг другу в творчестве, везде. И они действительно прекрасные художники. Эмоция продлится до 12 января. Вход на выставку свободный. Хочется приготовить к чаю что-нибудь вкусненькое и без лишних хлопот. Предлагаем вам идею. Простой рецепт сочного апельсинового кекса, который буквально тает во рту. И вот эта выпечка с апельсиновым ароматом, с цедрой, апельсина, лимона, неважно, сразу новогоднего настроения добавляется. Да, буквально минут 20 назад Стелла жаловалась, что вчера, говорит, вечером наелась, значит, овощи, мясо. Сладкого. Сладкого ничего не было. Сладкого. А почему? Потому что ты не ведала о том, о каком рецепте сегодня будешь рассказывать. А надо на него всего лишь 10 минут, продукты найдутся практически на любой кухне, и результат великолепный. Прямо сейчас поделимся рецептом. Для приготовления ароматного апельсинового кекса нам понадобится 240 граммов муки, 6 граммов разрыхлителя, 120 граммов сахара, 160 граммов свежевыжатого апельсинового сока, 50 граммов растительного масла без запаха, 3 средних яйца и цедра 2 апельсинов. Начнем со взбивания яиц. К яйцам добавляем щепотку соли, весь сахар и взбиваем миксером на максимальной скорости, до посветления и пышности. Чем лучше вы взобьете яйца, тем пышнее и нежнее кекс получится в итоге. На взбивание ручным миксером уходит примерно 5-7 минут на высокой скорости. Теперь добавляем влажные продукты, масло, апельсиновый сок и цедру. Перемешиваем на минимальной скорости миксера непродолжительное время до однородности. Далее в два этапа просеиваем сухие продукты. Муку с разрыхлителем, каждый раз перемешивая тесто на минимальной скорости миксера. Мы должны получить гладкое однородное тесто. Слишком долго взбивать не нужно, чтобы яйца не потеряли свою пышность. Ароматное воздушное тесто для кекса готово. Теперь можно его переливать в форму. Любую форму предварительно смазываем растительным маслом, чтобы кекс было легко достать из нее. Выливаем тесто в форму, распределяем равномерным слоем и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Время выпечки будет зависеть от размера формы. У нас на это уйдет примерно 25 минут. Если форма будет меньше, кекс выше, то может понадобиться минут 30-35. Готовность проверяйте зубочисткой. Дайте кексу немного остыть в форме, затем форму осторожно переверните. Извлеките кекс. Подавать кекс лучше всего в теплом виде, но и в холодном виде он тоже хорош. Десерт получается нежным, пористым, с ярко выраженным ароматом апельсиновой цедры. Его можно перед подачей просто посыпать сахарной пудрой или нарезать на порционные кусочки и сверху полить растопленным темным шоколадом. А еще можно украсить долькой апельсина или измельченными орешками. Приятного аппетита! На самом деле нет, не в этом, а в том, что прямо сейчас всю свою насупленность и скукоженность мы будем исправлять. И делать это руками нет ни пластического хирурга, а профессионального бариста, тиктокера-миллионника. Юрия! Доброе утро, Юрия! Доброе утро! Доброе утречка! Рубрика ваша – это настоящий подарок для людей, которые, как я, не могут… У тебя, Юра, двоятся, что ли? Ну, вот видишь, наша рубрика. Ну, знаешь, в этой рубрике мы так просто стоим сбоку, а весь акцент на Юрия, который готовит вкусный кот. Спасибо, спасибо, вы можете ответить. Я вообще считаю, что мы здесь в Катрии должны быть амбассадорами понебратства. Может быть. Так что, слушай, пожалуйста, что ты сегодня будешь готовить? Ребятки, я буду сегодня вас удивлять. Наконец-то мы будем уже готовить не только вкусно, но и супер красиво. Так. Видишь, смотри, сколько у меня тут уже ингредиентов. Да, я там вижу то, что мне напоминает издалека перемолотую гречку. Да, она есть. А это она есть? Да. Мы будем есть или пить? Есть и пить. И есть и пить. Меня устраивает. Если вот эту вот крошку ты сможешь пить, то… Ну, все, видишь, будем и есть и пить. Ты сказал, что это будет красиво. Да. Ты сказал, что это будет вкусно. Очень вкусно. А что это ты не сказал? Это будет капучино со вкусом шоколада, карамели и лесного ореха. Так, собственно, соответственно, я так подозреваю, что вы можете наблюдать на столе. Это сироп карамель и орех. Да. Пару кусочков шоколада. Да. И рядом это крошка печенья, да? Нет, я вот шоколадку натер, на мелкую тер. Ага. Так, чтобы все вкусы, они были однотонные, чтобы они все сочетались между собой, чтобы это не был какой-то посторонний вкус. А вот эти плосиночки тогда зачем там лежат? Это для декора. Для декора. Замечательно. Все, Дима свой декор уже скушал. Смотри, что мы делаем. Красота. Это при всем том, что за эфиром я говорила, Дима, я такая голодная, такая голодная. Он опередил тебя. Красота, ну и сегодня мы опять будем мусорить. Так, ну в том, что будет красиво, у меня точно сомнений уже нет. Так, Дима. 35 миллилитров. Я ароматный. Давай я сегодня займусь. Эспрессо с тебя. Растворимый эспрессо. Дима. Как это все? А ну давай жуй, а я сделаю эспрессо. Че это? Ты же жила. Кстати, как разомещали мне предки, руку менять нельзя. Ты же эспрессо делаешь, а не... О, давай сегодня попробуем сначала добавить сироп и размешать это все вместе. Встала. Я теперь думаю о том, как размешивать так, чтобы вот эту вот всю красоту не нарушить. Я бросил внимание, что вы сегодня какие-то молчаливые. В то время, как я жил шоколад, вы практически молчите. Во-первых, мы на тебя обиделись, что ты эгоистично слопал целых 4 кубика шоколада. Там еще 8 есть. Во-вторых, ты не позволил мне сделать эспрессо. И в-третьих, я еще не придумала. Слушай, ну какой-то сплошной абьюзинг. Ужас просто. Так, ну да. Вот такая вот, знаете ли, дедовщина у нас на канале. Так. Сегодня я показываю, что... Ну смотри, извини. Да. Зато мы тебе разрешили перемешать эспрессо. Не то, что разрешили. Допустили. Допустили, да. Помимо этого, то есть можешь сказать, что это я приготовил эспрессо, я же всего лишь воды налил, понимаешь? Юрий всего лишь засыпал туда кофе и сироп. Ладно, после того, как я сказала, что я на тебя обижаюсь, ты сразу отпираться начал. Вот так вот. Это очень удобно. Такие вот дела удобно. А, с мужиками всегда так. Сначала накосячат, потом отпираются. Я хочу показать сегодня, что готовить и вкусно, и красиво, это легко. Мы сделали два движения. И готово. Так, я хотел бы сакцентировать ваше внимание на том, какой кофе сделал себе Юрий. Если можно, чуть крупнее его. Кушечку. Если можно, покажите крупнее ее. Да. Ну красиво. Дело в том, что Юрий сам себе сделал сердечко. А может быть, эта чашка была предназначена не для него, а для тебя. Смотри, мы же все прекрасно знаем, что в каком порядке и в какой очередности готовит Юрий. И хочу обратить второе внимание на то, что первым он кофе приготовил именно себе. Может быть, в этом и фишка, что сегодня он решил в обратную сторону делать. Видишь, мы сегодня обиделись на тебя. Ты взял и скушал декор. И мне от этого так хорошо. Да. Передать могу на сколько. Кстати, очень вкусная шоколадочка. Я потом узнаю, что это. Так, очень вкусная. И, соответственно, третий кофеечек. Вот видишь, мы тут критиковали его кофе. Критиковали. Ты видишь, как у него сердечко обвалилось? Это следы давления нашей зависти. Это было лепесточек. В смысле нашей? Это твоей зависти. Я-то не завидую. Я так, нет, нет, да перехожу на сторону Юрия. Смотри, Юрий зайдет, и я останусь. А ты останешься. Так что ты думай, на чью сторону ты переходишь. А я потом воспользуюсь твоей стратегией. Сначала буду бухтеть, а потом буду хорошей. Или ты думаешь, что Юрий тут навсегда? Ну, хотелось бы, да? Нет, нет, так возьмем ты. Нет, нет, спасибо. Поменяйтесь местами. Так, а смотри, мне он этот Млечный Путь изобразил. Да. Ну, красиво же. Ну, красиво же. Вот откуда Юрий знает, что я люблю... И мы знаем, у кого кофе будет без шоколадки. Да, нет, у меня кофе будет без шоколадки. Что вызывает вас? А знаешь, почему? Секундочку, Юрий. Потому что ты мое заберешь. Естественно, Юрий, я заберу шоколадку, и так мне будет намного вкуснее. Ладно, я тогда себе вот так сделаю. А тут еще Юрий скромнее. Все, вот так. Это вообще моя прерогатива, весь декор ссыпать. Так у тебя еще есть шанс? Ладно, Юрий, забирай шоколадку себе. Да нет, все. А то у меня все, все, все. Так, ну что? Ну что, пришло время тогда пробовать то, что у нас сегодня. Да, ассоциация. Вот вы смотрите на этот декор. Спасибо. Что-то новогоднее, да. Первый раз совсем Новый год. Что-то новогоднее. Настроение. Да. Да. Да, с добрым утром. Давайте попробуем. С этими пузами и употребим. Как говорится... Что-то не чокается из-за декора. Не утро ради, а здоровье для. Здоровье. Так. У меня опять вся борода в украшении. Да, да. А я так сделаю. Нормально. Ну что, расскажите о своем ощущении и вкусе. Вкусно, сладко, празднично, неприторно. Мне нравится. В общем, у нас остается только один вариант. Во-первых, призывайте-то. Нет, только один вариант. Во-первых, призываем вас готовить такое из себя. Как показала практика, довольно просто. Ну, а второе, единственное, что нам остается на этом, это, чтобы вы не видели мой позор, как весь этот декор будет оставаться вот на этом фейсе, продолжить наше утро. А пока будем распробовать. Поедая эту шоколадку, хочется сказать, что злоупотребление с сахаром, что делает? Не знаю ничего, ничего. Ничего не знаю, да? Делаем модули саширя. Ну да. Вот на этом и продолжим. Спонсор рубрики Нес Кафе. Данный материал содержит элементы рекламы. Данный материал содержит элементы рекламы. Эти усатые энергайзеры... Твоя мхатовская пауза? Нет, это я на тебя смотрю, чтобы ты на меня посмотрела, понимаешь? Ну, я жду дальше звук. Нет, я про усатый и энергетик. А, ну... Да. Ловко управляющиеся самыми разными видами дичи. В этом тоже нет проблем абсолютно. И бесконечно обожающие собственного хозяина. Ну, это так вообще национальная забава наша. Обладая острым умом и незлобливым характером, они никогда не проявят агрессии по отношению к человеку, какие бы негативные эмоции тот у них не вызывал. При этом во всем остальном Драдхары не такие уж и паиньки. Дайте им малейший повод усомниться в ваших лидерских качествах, и эти бородатые следопыты тут же начнут эксплуатировать вашу лояльность в собственных целях. Собак породы Драдхар Владимир Романов держит уже около 30 лет. Пес по имени Бой пятый в его жизни. Каждое утро Бой энергично подталкивает хозяина, радостно потираясь о его лицо бородой и усами. Пора гулять, вставай. Боев всего лишь два года, его поведение порой напоминает щенячье. Сейчас главная задача как-то с ним договориться, чтобы он всегда делал то, что нужно хозяину, потому что хозяин лучше знает, а без полного контакта никакой охоты нормальной не получится. Драдхары – это легавые собаки. Эмоции в них просто бурлят. Если с ними не ходить на охоту, то нужно хотя бы просто гулять не меньше трех раз в день, и каждая прогулка – это час бега. Конечно, в основном для собаки, которая за 10 километров, пройденных человеком, наматывает не меньше ста. И все-таки никакие прогулки в черте города не заменят Драдхару полноценной охотой. Даже выходные на даче – не вариант. Если вы решили завести охотничью собаку, вы обязаны с ней охотиться. Это же настоящая русская охота. Это охота Тургенева, Некрасова, Аксакова. С Драдхарами чем чаще, тем лучше, нужно выходить в поле или в лес на пернатах – перепелов, коростелей, тетеревов и уток – где-нибудь в Смоленской области, где, соответственно, много птиц. Задача Драдхара – уловить манящий запах дичи и, находясь на поводке, тянуть хозяина в сторону добычи. Но самая главная фишка Драдхаров – это красивая стойка, четко зафиксированная, грациозная, натянутая, ровная. Вот она, когда прихватывает запах птицы, она переходит на потяжку, вот на такую плавную, плавную, как бы начинает подкрадываться. И вот когда она уже точно держит птицу на чутье, она встает в стойку, забирает. Вот в этот момент она же дрожит. Драдхар – или немецкая жесткошерстная легавая порода охотничьих собак, выведенная в конце 19 века в Германии на основе уже имеющихся пород легавых – кудельпойнтера, штихельхара, грифона, кортальса. Ближайшими родственниками Драдхара являются курцхар и лангхар. Положи, положи. На сегодняшний день Драдхар – самая популярная в Германии порода охотничьих собак. Это, без сомнения, универсальная рабочая собака, которая может все. Они с успехом используются и на охоте, и в лесу, и на равнине, и на болоте. В переводе с немецкого Драдхар буквально означает «волос как провод». Шерсть у собак очень жесткая и короткая. Она защищает этих охотников от неблагоприятных погодных условий, от веток и сучков, что помогает им пробраться в труднодоступные для человека места. Это удобно для охотника. Есть в Драдхаре и множество других достоинств. Эта собака очень сильная, крепкая, обладающая очень функциональной анатомией, хорошими движениями. В стандарте жестко указаны требования к характеру. Драдхар должен быть настойчивым и смелым, при этом он не может быть никогда ни агрессивным, ни трясливым. К наследственным болезням этой породы относятся в первую очередь дисплазии суставов и, как ее следствие, вывихи и подвывихи. Собаки крупные, при этом много двигаются, поэтому и подвержены подобным рискам. Это болезнь, которая связана с тем, что сустав не находится анатомически правильно на своем месте. Если мы представим, что сустав у нас состоит из суставной сумки и головки бедренной кости, то при дисплазии мы видим смещение. Помимо дисплазии крупной породы собак, и Драдхар не исключение, склонны к такой остро развивающейся патологии, как заворот желудка. Эта болезнь очень опасна, так как собаку можно потерять буквально за считанные часы. Это происходит в том числе и от кормления в неправильном месте, в неправильное время. Мы можем получить собаку с заворотом желудка, если будем обильно кормить ее на прогулке или перед активной прогулкой, когда собака будет бегать и глотать в том числе воздух в желудок. При этом он может повернуться вокруг своей оси и произойдет расширение и заворот желудка. Это болезнь, которая требует срочного вмешательства ветеринарного хирурга. Активные и добродушные, азартные и веселые эти собаки станут не просто приятными домашними питомцами, но и полноценными членами семьи, если хозяева будут соблюдать и их интересы. Многочасовые прогулки, физические упражнения и зарядку с игрушками на дому. И главное, не забывать про охоту. Если вы все еще хотите завести себе Драдхара, давайте подведем итоги. Плюсы. Короткая шерсть почти не линяют. Отличный уравновешенный характер. Умны и обучаемы. Обладают прекрасными рабочими качествами. Минусы. Требуются не просто ежедневные прогулки, а пробежки три раза в день. Необходимо ходить с ними на охоту или создавать ее имитацию. Нужно следить за здоровьем суставов и желудка. Нужно правильно подбирать рацион. Так что заводить такую собаку или нет, решайте сами. А теперь я на болевшем. Так-так. Как не набрать вес, продолжая себя радовать любимой выпечкой? Никак. Ну как, кстати, вопрос веса меня не сильно-то интересует, потому что с метаболизмом все хорошо. А вот у меня уже... Сколько не съем, мало где откладывается. Но вот эта вот мучная игла и сахарная игла – это страшнейшая вещь просто. Потому что вот особенно с наступлением холодов ты себя держишь за булочку, съеденную вчера, да? Да. С лишнюю. И позавчера. Вот оно. Да. Так, о чем мы? О том, что слезть с сахарной и мучной иглы – это очень-очень сложно. Этим вопросом, как, в общем-то, продолжать себя все-таки баловать любимой выпечкой и не набирать вес, о чем мы уже говорили, этим вопросом едва ли задавался не каждый любитель аппетитных круассанов, кофе и ароматных булочкой с чашечкой какао. Да. Единственный ли выход во всей этой истории – это полный запрет. Стоит ли идти на подобные жертвы? И об этом, как всегда, расскажем вам далее. Как часто мы поддаемся соблазну и тянемся за очередной ватрушкой, плюшкой или конфетой. Особенно остро эти потребности ощущаются во время чаепития, за семейным столом после ужина или в офисе во время кофебрейка. Сушки и пряники уничтожаются под горячий чай, а пирожные закупаются как лекарство от стресса. Перечислять можно долго, но суть остается той же. Мы хронически переедаем мучные продукты и сладости, которые в итоге превращаются в шикарный спасательный круг на животе. Выпечка содержит сахар и жиры, которые в комбинации действуют как наркотик. Их сочетание уменьшает боль и стресс. Для многих выпечка является самым доступным источником положительных эмоций. На самом деле отказываться совсем от сладкого нельзя ни при каких обстоятельствах. Организм нуждается в углеводах, которые поступают из сахара, и их отсутствие нарушает обмен веществ. Важно просто научиться следить за тем, чтобы они присутствовали в рационе в разумных количествах. Подсесть можно не только на сладости и вредности, но и на белый хлеб. При его употреблении в кровь в огромных количествах попадает сахар, из которого потом получается гормон инсулин. Но небольшое количество даже белого хлеба, не более двух кусочков, которые вы съели в первой половине дня, никак не скажется на весе. Для тех, кто считает калории, необходимо отметить, что калорийность 100 граммов белого хлеба составляет порядка 270 калорий, а ржаново – минимальное – 200 калорий. Цельнозерновой хлеб, хотя и имеет калорийность 250 калорий на 100 граммов продукта, за счет цельных злаков имеет меньший гликемический индекс и в целом менее вреден для фигуры. В состав такой выпечки входят сложные углеводы, что при разумном употреблении позволяет нормализовать пищеварение, очистить организм от шлаков и улучшить микрофлору кишечника. Зная, чем вредно мучное, многие люди отказываются от макарон. Но если покупать пасту или спагетти из твердых сортов пшеницы, можно не опасаться за свое здоровье. Их небольшая порция, съеденная один-два раза в неделю, не принесет вреда и, напротив, быстро насытит организм без ущерба для талии. Пирожные и выпечку лучше всего есть до 16 часов. Дело в том, что именно в это время суток наши организмы находятся в наиболее активной фазе, даже будучи в спокойном состоянии. Такие углеводы будут расходоваться, а не накапливаться в складках на боках. Помнить о мере тоже не помешает, так что переесть при таком раскладе просто не получится. Что еще можно посоветовать любителям булочек? Движение. Мучные изделия – это углеводы, которые при расщеплении дают энергию организму. Поэтому не следует употреблять в пищу любые углеводы вечером, особенно перед сном. Если есть мучное в первой половине дня и активно двигаться, а еще лучше заниматься спортом, то до конца дня вы израсходуете всю энергию, которую получили из углеводов, и ее избыток не отложится в жир. И снова вам желаем добрейшего утра, и это утро пытаемся как-то разнообразить. Ну, как мы разнообразить. Пытается сделать это Ольга из компании Топ Шоп с интересными предложениями, как всегда. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Доброе утро. Разноображивайте. Чтобы утро было действительно добрым, нам нужно спать в тепле, на удобной подушке, чтобы еще это все как-то успокаивало. И чтобы потом не надо было идти на работу. Ну, это уже надо по-любому. Ты же заметила, какой я спокойный сегодня. Все почему? На правильной подушке спишь. Я сегодня расскажу про одеяло и подушку из коллекции Алоэ Вера. А сегодня мы это продаем как набор. Это вообще можно как самостоятельно купить отдельную подушку, отдельное одеяло. Но вы же сегодня пришли с особыми предложениями. Да, именно особое предложение. Это 57% скидка. Больше половины. Если брать именно в комплекте все. Давайте поподробнее чуть-чуть поговорим. Давайте подробнее. Вот эта подушка классическая Алоэ Вера. У нее размер 50 на 70. Так вот, если посмотреть, она достаточно, ну, такая, большая. Кто-то любит большие, высокие подушки. Кто не любит. Может вытащить немножко наполнитель. Может вытащить, да. У нас внутри тут наполнитель Уэл Слип. Он вот так вот. Тут есть кармашек, его можно вытащить и даже постирать потом. И вот ты не находишь, вот, чем ближе мы к Новому году, тем больше неудачно смотрим. А, ты бороду хочешь из этого сделать? Я могу вам подарить. У тебя есть уже одна. Там осталось, да. Там осталось? Да. Все снял. Возвращаю пока что. Это будет самый счастливый наполнитель, потому что он побывал на бороде у Дмитрия. Да. Если вы хотите конкретно эту подушку... Она будет стой дороже. Вот. А поэтому можно регулировать высоту и мягкость, жесткость вот этой вот подушки, вытащив наполнитель. Ну, лично для меня это достаточно высокая подушка, поэтому... Мне нравятся такие подушки, где можно вот провалиться в нее, вот прям укутаться, укутать голову вот этой подушкой. Ну, вот вам тогда вот прям вот находясь. Прямо то, что надо, на самом деле. Это так... Лега вставать не хочется. Ой, я... Ты... Ты не зевай. Ты не зевай. Я еле сдерживаюсь. Продолжаем. А, вообще-то, чтобы вы смогли показать одеяло, я вам помогу. Подержу подушку. В чем особенность этой подушки и, в принципе, коллекции алоэ вера, потому что у них есть пропитка алоэ вера, вот именно в вот этой вот ткани. И оно имеет успокаивающий эффект. И, по-моему, она гипоаллергенная, да, если не скажешь? Она гипоаллергенная. Раз. Раз, людям, которые, допустим, страдают астмой или какими-то другими респираторными заболеваниями, вот такой комплект, он идеально подойдет, потому что он будет иметь успокаивающий эффект. Мы уже столько раз говорили про то, что эти подушки можно стирать. Да. Но я побоялся, честно скажу. То есть прям целиком запихиваем подушку и вперед. Если помещается вот целиком, да. Если нет, вытаскивайте наполнитель, по частям можете. Ну, у меня, допустим, не помещается в барабан такая большая подушка. Я вытаскиваю наполнитель, отдельно стираю вот, скажем так, наволочку. И отдельно можно постирать наполнитель. А как постирать наполнитель? В мешочек положите. Ага. Туда напихать половину наполнителя, постирать, потом еще раз делать со второй половины наполнителя. И у вас из одной подушки получатся две подушки. И это тоже. А ты про другое? Нет, просто будет чистый наполнитель. Интересненько так. Переходим к одеялу. А дальше у нас идет это теплое одеяло. Это не тонкое. Все тонким уже закрыли. Закрыли эту тему. У нас уже как бы есть отопление. Но не знаю, как у вас. У меня, допустим, в первые дни это было горячей батареей. Все хорошо, прекрасно. У меня температура с 15 поднялась до 19 дома. Да. И все. Не, у меня с 19 поднялась до 21,5. То есть было прям тепленько, но страшно. Но у меня потом, а страшно будет потом. Да, и я про это. Поэтому, ну сейчас у меня прохладные батареи. То есть под тонким одеялом уже холодно. У нас есть вот такие вот, они не прям супер толстые. То есть это не для зимы в Сибири, где-то там. Это вот для нашей зимы, как у меня дома примерно. Выглядит оно тонким. И при этом оно еще и легенькое. Но это зимнее одеяло считается, алоэ вера. И что мне нравится, оно все простегано, если вы посмотрите. То есть это говорит опять же о том, что его можно стирать. Его можно стирать также в стиральной машинке. Также оно имеет пропитку алоэ вера. И наполнитель у него также, как и в подушках, волсли. Поэтому если вдруг запачкается это одеяло, не проблема. Можно всегда постирать. И важно, что парабан. Если машинка у вас осилит. Я так подозреваю, что тогда она намокнет, она будет ни разу не легким. Но тем не менее, есть сейчас стиральные машины и на 8, и на 10 килограммов. Для них прямо хочется потрогать его. Потому что на вид оно не очень теплое. Ты посмотри на нее, сразу хочется потрогать. Конечно. На вид оно не очень теплое, да. Но по ощущениям... А другу, ты спрячь и посмотри. Вот я руку сюда спрятала. Все, и теперь стоит так? Тепленько. Так, что по ценам? Что по ценам? Мы же понимаем, что в этом предложении. Конечно. У нас что получается? Что отдельно подушками стоит 699 лейф. Отдельно одеяло, если мы говорим про 140 на 2, то это 1399 лейф. Если мы говорим про 2 на 2, то это 1799 лейф. Внимание, 57% мы все помним. Теперь я просто, чтобы никто не... Вот, я вам скажу. Одеяло 140 на 2 плюс 1 подушка будет 899 лейф. То есть это на 200 лейф дороже, чем просто подушка. Но при этом вы имеете теплое одеяло и одну подушку. Так, а если мы говорим про большое? Если мы говорим про большое, то сразу же у вас идут 2 подушки. То есть большое 1799 плюс 2 подушки, то у вас получается 3000 с лишним. Это если полная. 300 почти, да. А вы платите, ну, наши телезрители, если успеют, конечно же, позвонить, пока мы на экранах. Они платят всего лишь 1399 лейф. За 2 подушки и большое одеяло. За 2 подушки и большое одеяло 2 на 2. Отлично. Это хорошо. Это прям хорошо. У вас 2 подушки это, ой, смотри, 1400 лейф. То есть вы платите как за 2 подушки, но при этом получаете еще и одеяло. Одеяло практически в подарок получается. Так, у вас есть время пока подумать. Номер телефона, если что, на экранах. Ну и, как всегда, Ольга игривым движением правой руки взяла в руки такие заветные карточки с надписью «Томбала». Что такое «Томбала» мы, в принципе, все знаем. А вот по подробностям сейчас она расскажет. У нас остались просто, ну, считанные деньки. Это сколько получается? 8-9 дней. Чуть-чуть, чуть-чуть больше, чем неделя, чтобы телезрители приобрели вот эти вот замечательные билеты, которые стоимость 39 лейф. Приобретай такой билет, автоматически клиент участвует в розыгрыше. Розыгрыш у нас бывает каждый понедельник. Что мы имеем, что можно выиграть? Это 35 призов общей стоимости 60 тысяч лейф. Это товары топ-шопа. То есть это может быть тоже одеяло, механическая терка, подушка и еще что-то. Я не буду что говорить, но общая стоимость – это 60 тысяч лейф, подарков 35. И самое приятное, не знаю, как вам, но мне точно, это денежные призы общей стоимостью 100 тысяч лейф. Но это может быть как ваучера на наши товары, так же это может быть кэш. И мне нравится, что он сказал, самое для меня приятное, при том, что она и ее родственники не могут участвовать в этом розыгрыше. Да, самое приятное, но печальное, с другой стороны, потому что, да, мы не имеем. Радостное для тех, кто нас смотрит. И 39 лейф, вот вы платите 39 лейф, можно покупать неограниченное количество билетов. Вот их прям вот реально неограничено может быть. И потом вот эти вот 39 лейф с 1 по 11 декабря наши клиенты, звоня в топ-шоп, и вот, допустим, клиент захотел что-то приобрести. И у него вот накопилась сумма вот этими купонами 39 лейф, он просто платит ими. То есть это беспроигрышная лотерея, вы платите, но при этом вы ничего не теряете. И еще есть шанс выиграть очень приятные призы. Ну что, вот такая вот информация вам с утра, а мы продолжим наше утро. Ну что, нам пришло время пожелать вам хорошего легкого вторника и, естественно, отклониться. Ну да, Дмитрий Спиваков и Стелла Аксенова начинали это утро с вами. Завтра в это же время, в общем-то, увидимся с вами и услышимся. А на этом прощаемся. Да, Стелла засыпала всю программу, я был бодр. По-моему, мы сейчас очень быстро поменяемся местами. Поменяемся местами, да, давай. Все, набралась бодрости, да? Да. К концу программы, молодец. Да, все. Ладно, вам хорошего, теплого, позитивного, легкого дня. До завтра, увидимся в это же время. Пока. Дорогая, проверь, мы ничего не забыли? Забыли выпить кофе. Особая золотая обжарка отборных зерен арабики дарит Нес Кафе Голд такой богатый вкус и насыщенный аромат. Давай останемся до завтра. Нес Кафе Голд. Создан для самых ценных моментов. Данный материал содержит элементы рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...